добрый день уважаемые друзья начало лета это прекрасное время для черенкования многолетних растений и декоративных кустарников цветов в это время растения выделяют большое количество гормона роста аоксина поэтому их можно черенковать без препаратов корнеобразования то есть без корневина укоренита и других препаратов я очень люблю заниматься черенкованием растений больше чем размножать их с помощью семян так как при черенковании получается буквально через месяц уже взрослое растение посмотрите какая красивая гвоздика травянка хочу сегодня заняться черенкованием это прекрасного многолетнего цветка еще вот такой у меня есть низкий готовник у меня их несколько сортов но вот это в этом году я только купила этот сорт он меня очень радует этот сорт называется кит смеу посмотрите какой пушистый готовники они цветут до конца прям осени вот эти отсветшие метелочки надо срезать и из нижних пазух появляются новые соцветия также я в этом году уже почеренковала вот такой бересклет прекрасный посмотрите какие яркие цветочки это бересклет форчуна низкорослой стелящийся и зависимости от места его посадки если его посадить более затененное место то осенью листики становятся ярко-красные у него очень красивый вот этот сорт также я почеренковала уже чабрец или его и называют еще тимьяна и у меня есть еще другой сорт ползучий чабрец пурпурный ковер он тоже уже с корешками здесь у меня гортензии вимс ред смотрите уже на бутончиках скоро откроется буквально завтра послезавтра тоже займусь черенкованием нескольких сортов гортензии также у меня есть вот такая гвоздичка травянка ярко розового цвета посмотрите какая взрыв просто цвета взрыв цвета очень красивая но сейчас займусь как раз обрезкой и черенкованием все вам покажу для черенкования выбираю вот такие молодые приросты немножко подержу их в водичке чтобы напитались влаги и поставлю на укоренение вторых вот именно вот такие молодые приросты используют для черенкования вот дорогие друзья шалфей дубравный я уже почеренковал и сейчас занимаюсь высаживанием гвоздики травянки бордовой как я это делаю вот нарезанные веточки гвоздики который при вас резала я на полчаса опустила в воду затем когда они вот уже так набрали тургор такие хорошенькие стали то есть я выбираю какой-то вот здесь такой часть гвоздичек веточек затем беру по одной веточки нижнюю часть листиков где-то на полтора два сантиметра я обрываю одной рукой извините мне неудобно здесь я уже подготовила вот и собираю их вот в такие пучки ну там зависимости от объема примерно одинаковые от 7 до 9 до 10 штучек вот в таком пучки низ подравниваю вот предварительно в кассете я делаю углубление дырочку выравниваю низ хвостики этих побегов и заглубляю так и немножечко обжимаю со всех сторон этот пучок гвоздики так сейчас все посажу также я нарежу еще гвоздики другой сорт ярко розовый все это высажу опрыскиваю вот у меня обычный пульверизатор мой такой механический закрываю ящички пользуюсь ящичками моими любимыми с крышечкой каждое утро проверяю опрыскиваю и недели через две с половиной три это будет полностью оплетен ком вот в этих кассетах и затем пересаживаю из кассет уже в контейнеры 0 5 литра ну вот посмотрите вот это котовник кэц милов такой низкорослый котовник он уже пока черенковался зацвел и я его в такие контейнеры сажаю по три штучки по 3 по 4 такие милашки это вот котовник тоже я высаживаю по 3 по 2 штучки это котовник фасана kit kat более высокий красивый цветет как облако голубое целое лето очень красивый таким же способом я черенкую лаванду смотрите какие красивые кустики лаванды она бы сейчас уже зацвела но я ее подрезала верхушки несколько раз чтобы она была таким пушистым кустиком потому что чем чаще мы стрижем многолетние растения но правда не все тем они получаются гуще какие красивые а здесь также у меня стоят в череночнике на адаптации черенки метельчатой кортензии в основном это bonfire пандора и skyfall а дальше у меня уже такие более взрослые растения тоже очень много сортов скоро я отсюда их все уберу из череночника потому что у меня будет очень много вот таких молоденьких черенков вот все что я вам хотела показать о черенковании многолетних цветов смотрите какие прекрасные растения получаются и достаточно быстро спасибо всем за внимание всего доброго и до встречи